МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Реновация в Сарове прошла очередное заседание Комитета по городскому хозяйству и градостроительству. В Сарове прошла акция «Афганская свеча памяти» у памятника воинам-интернационалистам. Темпы роста заболеваемости по стране снизились. В правительстве обсудили меры борьбы с коронавирусом. Подробности далее. Доклад был коротким, бурные обсуждения длились в два раза дольше. Первый вопрос, волновавший народных избранников, очередность реновации. Улица Менделеева завершала список участков для освоения, а не возглавляла. Тем не менее, над проектной документацией по нему уже идет активная работа. Второй вопрос – наличие социальной инфраструктуры на участке. Несмотря на то, что в повестке он был указан, его обсуждения толком и не коснулись. «Так вот, понимаете, мы туда уплотняем застройку, сажаем еще 800 квартир на, допустим, половину, это еще 400 детей. При этом говорим лишь о проектировании детского сада. Давайте сначала детский сад построим. Давайте сначала создадим там инфраструктуру». Как в воздухе мы нуждаемся в новых строительных площадках в Сарове, считает заместитель главы города Леонид Бородулин. На рассматриваемом участке планируют возвести от 20 до 45 тысяч квадратных метров жилья. «Нам в городе крайне остро необходимо строительство. Крайне остро. У нас нет объектов, кроме как таунхаусов. Но бы в жилье у нас в городе нет абсолютно». На предполагаемых 45 тысячах квадратных метров планируют построить около 800 квартир. Дома будут не выше пяти, максимум семи этажей. Такая площадь, по мнению Леонида Бородулина, поможет избежать высокой плотности застройки и обеспечит комфортную среду для проживания. Но не все народные избранники были согласны с такой позицией. «Немножко о другом. У нас есть там посильки, где строится новая поликлиника, перспективный микрорайон. Есть много земли, там нужно выполнить все новое по детским площадкам, хорошее с запасом, как говорится. А здесь мы берем существующую застройку, пытаемся отсутствовать еще, по сути дела, маленький микрорайончик. Когда эти построены там 10, остальные, ну, пускай там будет меньше, там будет больше, а мы сразу же берем по правилам, делаем такую плотную застройку, как говорится, из всего уже на. Вот вот это состояется из публичных слушаний, в апреле мы потом утверждали этот протокол комиссии, который заседал, да? Вот спустя год нам вышло 50%. Было больше, но сейчас уровень 120. И сейчас Дени Борисович выходит на треку и говорит, ребята, кто плачет, можно сказать, да? Кровь износа нужна застройка массовая со стройками и квартирным жильем. Только там хаос, только часто это построится. Понятаете? И вот это погнитивный диссонанс называется, да? Когда об одной рукой рубил, нормальный, инициативный, инвестиционный, вот такой приклоп, пускай даже публичное слушание, и аронимный диссонанс в интернете. Но другой рукой приходим и говорим, нам очень надо жилье, и вот мы нашли участок, мы срочно готовы его реализовать. Это двойные стандарты. К единому мнению прийти не удалось. Детально этот вопрос рассмотрят на следующем заседании комитета, к которому администрация подготовит подробную информацию о реализации проекта застройки. В 2009 году в западной части сквера «Вечный огонь» установили памятник воинам-интернационалистам по инициативе Саровского союза ветеранов Афганистана и Чечни. Ежегодно на этом месте проходят мероприятия, приуроченные ко Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. На этом же месте, возле этого же памятника, проводили митинги, посвященные Дню вывода советских войск из Афганистана. В первую очередь присутствуют родные и близкие погибших ребят, сами участники боевых действий, как в Афганистане и в Чечне, и, естественно, жители нашего города и учащихся. 15 февраля прошла акция «Афганская свеча памяти». В таком формате она проходит впервые. Саровчане возложили цветы к памятнику, поставили свечи. Школьники и активисты военно-патриотических организаций, исторических клубов также приняли участие в этом серьезном, не детском мероприятии. Я представляю военно-исторический клуб «Победители». В клубе мы занимаемся патриотическим воспитанием молодежи, мы проводим мероприятия, сами участвуем в них. И подобные мероприятия, такие как митинги, возложение цветов, это то, чем мы занимаемся достаточно часто. Благодаря участию в патриотических акциях, молодежь познает историю страны. Ребята, держа в руках теплую свечу и, смотря на портреты погибших солдат, проникаются в военные события, чувствуют переживания ветеранов. Дети учатся на этом. Они смотрят, что подвиг, он есть, он в повседневности, он каждый день. И даже для них маленьких прийти сюда – это уже маленький, но шажок к тому, что они будут потом хорошими людьми. Этот вечер памяти останется надолго в сердцах саровчан. Подвиг солдат ориентир россиян на совершение ежедневных социально значимых дел. Члены общественной организации «Дети войны» принимают участие в различных городских мероприятиях. Они становились гостями классной встречи РТШ для школьных активистов. Также участвуют в проекте «Память в сердце», делятся военными воспоминаниями с пионерами Союза детских организаций «Сияющие звезды» и со старшеклассниками Союза «Статус». Мы выступаем в школах, в воинских частях. И надо сказать, что дети очень хорошо слушают нас. И задают потом вопросы. И говорят, что у меня бабушка рассказывала там то-то, то-то. Мы им говорим, а вы расспросите бабушку. Она вам больше расскажет. Вот недавно мы были с Жанной Дмитриевной Шинкаревой на уроке в нашем техникуме профтехучилище, где урок был посвящен Великой Отечественной войне. Там были ребята и девочки 16-17 лет. Мы рассказали о своем военном детстве. Директор Саровского драматического театра Марина Першина пригласила членов правления общественной организации «Дети войны» на спектакль «Щелкунчик». Несмотря на возрастной ценз 6+, от просмотра «Волшебной сказки» взрослые тоже были в восторге. Хорошо. Я расскажу тебе про Конфетербург. Про Питер? Нет, Марина. Конфетербург. О спектакле «Щелкунчик» Саровского драматического театра в социальных сетях можно найти огромное количество положительных отзывов. Для активистов организации «Дети войны» воскресенье стало праздником. Но я никогда не думала, что я так с удовольствием буду смотреть детские спектакли. Я давно не смотрела детские спектакли, но это, конечно, было чудо. Молодцы все артисты, молодцы все, кто готовил этот спектакль. Оказывается, отличным подарком для ветеранов может стать поход в театр. Используйте эту возможность. Приглашайте своих бабушек и дедушек на спектакли. Им точно понравится. В стране пятую неделю растет заболеваемость COVID-19. Эпид-ситуация остается достаточно напряженной. Однако сейчас Роспотребнадзор отмечает, что темп прироста числа пациентов снижается. Если на третьей и четвертой неделе прирост составлял 100%, то есть удвоение было каждую неделю, то шестая неделя к пятой дала прирост на 18,5%. До 10 увеличилось число субъектов, где наблюдают снижение заболеваемости, рассказала Анна Попова. С учетом сложившейся ситуации мы считаем важным продолжать все противоэпидемические мероприятия, которые в самом деле показывают свою эффективность на территории Российской Федерации, не позволяя общему уровню поражения вирусом подниматься на высокие цифры, такие, например, как в иных странах. Также я хотела бы отметить, что необходимо поддерживать высокий уровень тестирования против ковида. «Своевременное тестирование по-прежнему остается одной из главных профилактических мер. Важно не снижать его объемы», – добавил спикер. «Пока эпидемиологическая обстановка достаточно сложная, необходимо соблюдать меры предосторожности. И избавить людей, в первую очередь тех, кто особенно уязвим, от хождения по инстанциям», – рассказал во вступительном слове премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Так подготовили постановление правительства о продлении упрощенного порядка установления инвалидности. Он будет действовать до 1 июля. «До этого времени, как и сейчас, гражданам не надо будет лично обращаться в бюро медико-социальной экспертизы, чтобы подтвердить ранее присвоенную группу инвалидности, либо чтобы получить ее впервые. Это и дальше станет происходить дистанционно. Медучреждения сами передадут все нужные документы. Не потребуется дополнительных обследований». Это касается и граждан, пострадавших на производстве или имеющих профессиональные заболевания. Они также до 1 июля смогут удаленно оформлять справки, необходимые для получения страховых выплат, без посещения бюро медико-социальной экспертизы. Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о работе системы здравоохранения в условиях повышенной нагрузки на амбулаторное звено. Сегодня в поликлиниках получают помощь 92,5% заболевших. Сейчас 17% всех болеющих COVID-19 – это несовершеннолетние. «Основная масса, почти 98%, лечится амбулаторно. На госпитализации находятся 10 233 ребенка. Те меры, которые были приняты противоэпидемически в регионах, дали свой эффект. И снижение госпитализации за неделю составило 6%. Это очень позитивный, хороший тренд. Поэтому противоэпидемические мероприятия по работе школ, детских садов – они действительно эффективны». Несмотря на положительные тенденции, расслабляться не стоит. В преддверии праздников глава Роспотребнадзора призвала граждан оценить свое состояние здоровья и пройти ревакцинацию. В ноябре прошел масштабный конкурс молодежных проектов «Инициатив Саров молодежь». В номинации «Развитие социальных лифтов» победу одержал проект «Доступный город». В рамках проекта планируют собрать информацию о доступности городской инфраструктуры Сарова для маломобильных граждан и разместить ее на карте платформы «Умный Саров» в разделе «Обеспечение мобильности». К его реализации молодежный центр приступит уже в марте. «Наш проект состоит из нескольких этапов. Первый этап – это будет профориентационный курс «Основу фотографии», который будет проводить профессиональный фотограф. будет обучать молодежь с ОВЗ с ограниченными возможностями здоровья с новым фотографией». Цель курса – научить молодых людей снимать объекты социальной доступности учреждений города. Снимки планируют разместить на карте доступности платформы «Умный Саров». На основе предоставленных сведений соровчане с ОВЗ и инвалидностью смогут построить удобный маршрут и выбрать объекты города для посещения. А в апреле специалисты «Умного Сарова» проведут для молодежи с ОВЗ обучающий курс по работе с платформой. Реализация проекта – значимый шаг в адаптации инфраструктуры города для маломобильных граждан, считает Екатерина Неконорова. «Информацию всю будут собирать участники клуба «Лотос» и та молодежь, которая, я надеюсь, подключится к реализации данного проекта. И, в принципе, это социальная инновация в нашем городе, потому что весь проект будет реализовываться с участием молодежи с неограниченными возможностями здоровья». Принять участие в проекте «Доступный город» может любой желающий в возрасте от 14 до 35 лет, позвонив по номеру 99118, либо написать в сообщество клуба общения «Лотос» ВКонтакте. Во время торжеств в честь прославления в лике святых Серафима Саровского в Сарове в 1903 году император Николай II и его супруга Александра Федоровна разместились в здании монастыря, который сейчас называют Царским дворцом. После визита государя здесь открыли музей. И повесили памятную доску в честь его пребывания в Саровском монастыре. Фрагменты этой доски обнаружили только в 2018 году во время археологических раскопок на месте храма в честь иконы Богоматери «Живоносный источник». Было принято решение о установлении этой таблички. Прежде всего нужно было восстановить текст на утраченных фрагментах. И мы обратились за помощью к историкам нашего объединения «Саровская пустынь», которые нам в этом помогли. Над восстановлением мемориальной доски провели большую работу, воссоздали текст, стиль и размер написания букв. В этом помогали мастера московской фирмы «Возрождение», которые изготовили доску и сделали текстовую гравировку. Завершающие работы провели художники Саровской иконописной мастерской «Лики». В некоторое время она находилась у нас в духовно-научном центре, в нашем музее. И вот было принято решение ее установить на фасад здания царского дворца, где и останавливались. В 1903 году император с некоторыми членами царской семьи. Найденные фрагменты мемориальной доски на территории Саровского монастыря сейчас находятся в Москве. В новой библиотеке храма в честь святых царственных страстотерпцев книжный фонд заинтересует и порадует взрослых и детей, любителей классики и духовной литературы. На полках можно найти также учебные пособия, журналы, современную поэзию и прозу. Весь фонд занимает два зала и насчитывает более трех тысяч книг, еще более двух тысяч неучтенных изданий. В основном, конечно, это библиотека, которая представляет интерес для тех, кто хочет именно духовно расширить свои познания, углубить свой такой, может быть, духовно-христианский интерес с помощью фондов нашей библиотеки. Раньше все эти книги находились в библиотеке при воскресной школе храма всех святых. Сейчас это здание монастырского комплекса, поэтому воскресная школа оттуда переехала. Соответственно, нужно было куда-то пристроить и обширную библиотеку. Помещения цокольного этажа храма святых царственных страстотерпцев отлично подошли для реализации книжного фонда. Конечно, по мере выхода новинок новых из художественной литературы, творения богословов, какой-то исторической литературы, в том числе и литературы, которая издана или написана в нашем городе, конечно, будет стараться попадать в фонды нашей библиотеки. Саровчане также могут помочь пополнить фонды православной библиотеки и принести сюда свои книги. Прийти и записаться в библиотеку могут все желающие по средам и пятницам с 10 до 12 часов и в воскресенье с 10 до 13 часов. Библиотека находится в цокольном этаже храма святых царственных страстотерпцев. Вход с правой стороны здания со стороны детской площадки. Почти 700 миллионов пользователей в ТикТоке, 28 миллионов во Вконтакте и 30 в Инстаграме. Данные HeadSuits наглядно говорят о значимости социальных сетей в современной жизни. Здесь продают и покупают, знакомятся, создают сообщества и находят единомышленников. Для волонтеров социальные сети тоже стали площадкой для активной деятельности. Через свои группы они приглашают на мероприятия, рассказывают о работе, ищут добровольцев. И, конечно, стремятся делать это в соответствии со всеми трендами. «Как вести соцсети, чтобы вас заметили», рассказала опытный медийщик ресурсного центра волонтеров Светлана Белова на встрече «Антишкола». В первую очередь это распространение информации о акциях, о различных мероприятиях и, в принципе, информирование людей о том, что есть возможность помогать, есть возможность оказывать какую-то помощь пожилым людям. Тем более сейчас во время ковида это очень такая реальная проблема. У Светланы Беловой за плечами колоссальный опыт продвижения в социальных сетях. Она реализовала несколько медиапроектов и решила поделиться своими знаниями. Рассказала, как набрать и удержать аудиторию с помощью Таргета, Сарафанова радио и Трафика. Также Светлана на примерах объяснила, какой бывает контент и для чего он нужен. И хотя слушатели были из разных организаций и с разными целями и задачами, каждый подчеркнул для себя что-то полезное. Обязательно нужно помнить о том, что люди ловятся на интересное, то есть людям нужно давать интересный контент, как они называют ее, развлекательный. И именно этот контент позволяет потом, когда тебе нужно что-то серьезное, важное, срочно разместить именно этой информацией, разойтись широко и быть доступной людям. Я узнала, что если тебе что-то интересно, ты можешь в соцсетях найти людей с такими же интересами, как у тебя, и они тебе в чем-то могут помочь. Узнав о возможностях соцсетей, некоторые волонтеры создали новые аккаунты и прямо навстречу разработали вовлекающие читатели формы контента. Ну а Светлана Белова, в свою очередь, пообещала помогать с продвижением волонтерских сообществ в популярных соцсетях. Актуальны ли сегодня книги и мысли писателя Горького? Нужны ли они подросткам? А взрослым людям? Именно на эти вопросы отвечали участники дебатов, которые состоялись на базе Центральной городской библиотеки имени Пушкина. Выступающими стали учащиеся 5-й и 20-й школ. Зрители – ребята из 13-й школы. Обычный мальчик из разоренного купеческого рода, который, в общем-то, вроде бы никаких надежд не подавал. А вышли из этого мальчика несколько домов первоклассной литературы, классической литературы. Старшеклассники заранее готовили тезисы и аргументы в защиту двух позиций – позитивный реалист и сумрачный фантазер. Первый доказывал актуальность произведений Максима Горького, а второй – отсутствие необходимости их изучения в школьной программе. И так же это относится к Горькому. Вот так он может быть великим человеком, у него могут быть умные мысли. То есть он такой умный, почему не написал прочие поядки, почему вот эта вот чернуха постоянно… А третью роль, безразличной, на протяжении всей дискуссии играла Евгения Шарова. Девушка, несмотря на свои большие литературные познания и интересы, легко вошла в образ подростка, который равнодушно относится к книгам. У меня были разные чувства. Сначала, когда дебютировали, если можно сказать, Влад и Мария, я была на стороне Марии. Мария четко говорила по фактам, была уверена в своей позиции и приводила довольно-таки хорошие аргументы. Когда дебютировали Михаила и Екатерина, я сменила свою позицию, так как Михаил говорил про более сложные, более философские, я даже сказала, мысли. И я ушла довольно-таки в смешанных чувствах. По итогам конкурсных испытаний сформировалась команда Сарова из трех старшеклассников. Далее наши ребята с помощью телемоста примут участие в дебатах с представителями других районов Нижегородской области. На этом этапе целая команда будет защищать какую-то одну позицию. Я глубоко и давно убеждена, что, в общем-то, наша молодежь достаточно умная и во многих случаях умнее нас взрослых. Другое дело, захотят ли они говорить. Говорить при всех, высказывать свои мысли. Но здесь вот так получилось, что заговорили и говорили очень интересно. Проект «Фокусе современного подростка» дал возможность старшеклассникам пообщаться друг с другом, показать глубину своего внутреннего мира и продемонстрировать умение вести дискуссию. Пожалуй, с таким явлением, как графемы, знакомы в основном только филологи и лингвисты. Но на самом деле в этом слове нет ничего заумного. Графемы – это минимальные единицы письменности, например, буквы или иероглифы. Найти графемы в нашем городе предлагает библиотека города Полярные Зори в рамках межрегионального фотоквеста «Графемы Атомграда». Что же требуют от нас организаторы конкурса? Они хотят, чтобы мы нашли на территории наших городов, участников проекта, буквы, либо их символические изображения. Это может быть природный объект, это может быть архитектурный какой-то объект, может быть предложение, либо мы можем даже фотографировать целый алфавит. Например, в обычном огнетушителе можно увидеть букву «Г», в глобусе – букву «О», а на изображении с птицей – букву «Х». В общем, все зависит от вашей внимательности и фантазии. А приурочили фотоквест к 24 мая – Дню славянской письменности и культуры. Библиотека имени Маяковского также поддержала проект и принимает конкурсные работы. «Само положение об этом конкурсе есть на нашем сайте biblion.ru в разделе «Конкурсы». Там можно дополнительную информацию найти. Что вообще требуется для того, чтобы поучаствовать в конкурсе? Ну, только фотоаппарат, либо какой-то гаджет, который поможет вам сфотографировать. Ну, также немножко свободного времени, хорошее настроение и воображение». Фотографировать можно на улицах города и в общественных местах. В конкурсе приглашают участвовать всех желающих в возрасте от 14 до 35 лет. Фотоработы принимают по 24 марта по адресу электронной почты библиотеки имени Маяковского pr.lib.sar.gmail.com с пометкой «Графемы». Лучшие работы опубликуют в виртуальном фотоальбоме на сайте библиотеки города «Полярные зори». Выставка художественного творчества «Россия. Родина моя» открылась в детской художественной школе. На ней представлено более 400 индивидуальных и коллективных работ учащихся художественных отделений школ города. Все работы прошли строгий отбор творческой комиссии, которая состояла из ведущих преподавателей школ, членов Союза художников, представителей Департамента культуры и искусства. Для нас культурное наследие городов – это, наверное, основа вообще всего, что мы здесь занимаемся. И вот этот фестиваль городской, для нас это было мало площадей, я сразу вам скажу, потому что не только наша школа выставила работы, но и работы других школ. Творческие работы поражают разнообразием техник. Батик, вышивка, текстиль, роспись, гобелен, ткачество, бумага, игрушка, декоративная композиция и скульптура. Возраст авторов от 7 до 17 лет. Причем работы юных талантов на равных конкурируют с экспонатами, выполненными руками взрослых ребят. Мои дети, вот совсем маленькие, им всего 10-11 лет, а они вот такие вот гобелены. Гобелены – это они изучают все-все узлы, но при этом они делают такое маленькое деревце волшебное. Один из экспонатов выставки – стилизованный наряд молодой крестьянки Тамбовской губернии конца 19-го, начала 20-х веков. Он состоит из сарафана, платка и столетних лаптей. Костюм выполнили учащиеся детской школы искусств номер 2 под руководством Елены Бодряшкиной. Очень аккуратно выполнен, и видно, что выполнен он с любовью, ну и потрясающей красоты. Мне эта работа очень нравится, да. Это ручная и машинная сборка, и даже изнаночные швы очень… в общем, они бесподобны. Выставка «Россия. Родина моя» продлится в детской художественной школе до 1 мая. Время работы с 11 до 16 часов, без возрастных ограничений. Вход свободный. Последняя империя, включавшая весь Китай, империя Цин. Мультикультурная Цинская империя существовала в течение почти трех веков с 1644 по 1912 год и сформировала территориальную базу для современного китайского государства. Увидеть макеты цинских солдат можно в музее оловянного солдатика. Ну, у нас они здесь вот немножечко сделаны под бронзу. Пришли вот прям вот такие красавцы. Я считаю, что это начало вот новой китайской такой коллекции, которую мы будем вот продолжать. Потому что еще к ней, к этой коллекции, у нас же еще есть три великих китайских мудреца. Это Шоу Син, Фу Син и Ли Син. То есть каждый из них олицетворяет, ну, какое-то действие. Он, ну, как бы бог, ну, цехных явлений. Также музей оловянного солдатика пополнился и красноармейцами. Для них Вячеслав Лопашов выделил отдельный стенд и приурочил его к 23 февраля. Дети интересуются, они смотрят, почему бы нет. Им каждый человечек очень интересен. То есть они рассмотрят, что это у него такое в руке, а что это такое, это, оказывается, пулемет Дегтярева, понимаете. То есть проявляется интерес. А если не проявляется интерес, то есть ребенка можно что-то вложить такое интересное. Ну вот, то событие, которое он должен знать. А еще на стенде можно увидеть фигуры матросов из морской пехоты. О них Вячеслав Лопашов рассказывает с восторгом. Морская пехота защищала нашу страну в Ленинграде, на Черном море, на Дальнем Востоке и других местах. Я считаю, что об этом надо рассказывать. И мы иногда здесь пытаемся рассказать об этом. Мы показываем фильм и рассказываем, что же было примерно на самом деле. Еще музей пополнился французскими солдатами, викингами, кельтами. А также в музее можно увидеть макеты игрушечных щелкунчиков в разной интерпретации. Все экспонаты собирались с различных уголков мира. Посетить музей ловяного солдатика может каждый желающий. Достаточно просто записаться на экскурсию по телефону 8 903 606 22 19. Напряженная игра хоккейного клуба «Саров» с «Кстова» заставила болельщиков понервничать. Это был решающий поединок, от которого зависело положение в турнирной таблице чемпионата Нижегородской области по хоккею высшей лиги. В первом периоде «Саров» уверенно лидировал. Соперник пропустил три шайбы. Но уже во втором тайме «Кстова» взял себе одну очко. «Саров» просто реализовал свои моменты здорово. Не скажу, что наши где-то плохо сыграли. Она там провалились, может, но «Саров» здорово реализовал. Забыли вообще про счет. То, что там 3-0 на табло. Выходили, бились до последнего. Отдавали все силы. Для саровских хоккеистов второй период был не самым удачным. Спортсмены ошибались, допускали соперников на свою зону и пропустили шайбу. Но к последнему тайму команда собрала все свои силы, чтобы безоговорочно обыграть «Кстова». Итоговый счет 4-2 получился благодаря общим усилиям всех игроков хоккейного клуба «Саров». Быстрый первый гол пропустили во втором периоде. Все как-то пошло уже не так. Но потом собрались, вышли на третий. Доиграли матч. Игра была такая серьезная, сильная. Сильный соперник. Уже приближенные игры к плей-офф. Уже на носу как бы у нас. Это уже одна из тех игр, которые будет в плей-офф. Также в субботу ХК «Саров» провел игру на выезде с Уренью. Наши хоккеисты обошли соперника со счетом 5-2. Две победы подряд закрепили «Саров» на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Нижегородской области по хоккею среди мужских команд высшей лиги. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Полет» в Нижнем Новгороде собрал порядка 300 пловцов и 22 команды со всей Нижегородской области. На втором этапе Кубка сильнейших спортивную школу ИКАР представляли 12 ребят. Специально готовились к этим соревнованиям. Календарь был заложен известен очень давно. Ждали этого старта. У каждого тренера своя методика подготовки. Тут секретов никто открывать не будет. Но, как оказалось, каждый тренер подготовил своего воспитанника правильно, как положено. Высокие результаты показали два юных спортсмена спортивной школы ИКАР. Лидия Булыгина четыре раза поднималась на пьедестал почета. Два первых места девушка взяла на дистанциях 200 метров брас и 50 метров вольный стиль. А две серебряные медали – на дистанциях 100 метров вольный стиль и 100 метров брас. Елисей Тетерев стал бронзовым призером на дистанции 100 метров комплексное плавание. Серьезная борьба, серьезная конкуренция. Дети показали серьезнейшие, очень хорошие результаты. Получилось, удалось забрать призы, увести медали из Нижнего. Мы всегда растем, всегда стремимся быть выше, сильнее, и у нас это получается. Хоть Василиса Ефимова и не стала призером второго этапа областных соревнований по плаванию, но участие помогло юной спортсменке разобрать свои ошибки и недочеты и начать работу над ними уже сейчас. А еще для Василисы такие соревнования – это возможность увидеть уровень соперника и оценить свои возможности. Я бы сказала, что были ошибки, когда я была 50 метров спина, потому что очень сильное было солнце. Ты плывешь, ты смотришь наверх, не в воду, и солнце очень сильно мешало. Я не увидела с двух сторон, точнее и там, и там, где у меня бортик, и это немножко замедлило. У плавцов и кары сейчас плотный график соревнований. Спортсмены усиленно готовятся к следующим этапам Кубка, а также к чемпионатам и первенствам Нижегородской области.